Частный туризм в нашем регионе развивается быстро. Чтобы добраться до частных зон отдыха, даже в ущелье Бургулюк, здесь созданы все условия, даже проложена вот такая вот дорога. И на каждом перекрестке стоят вот такие вот таблички, где в каждой зоне отдыха можно воспользоваться коттеджами, топчанами, бассейнами. Ну а вот по этой дороге, в том направлении, находится государственный детский лагерь юного туриста. Посмотрите, здесь какая дорога. Ну и нет даже ни одной таблички. У подножья гор на свежем воздухе в полевых условиях гости слета обсуждают развитие туризма в регионе. По мнению эксперта, проблемы все же есть. Главная задача – дать направление, привлечь инвесторов, заинтересовать туристов. Наш регион издавна считается одним из самых богатых на достопримечательности в стране. Разнообразны природные ландшафты, горы, степи, реки, озера, заповедники и национальные парки. И самое большое количество исторических памятников могут поразить своим разнообразием самого требовательного туриста. Первое направление – это санаторно-курортное лечение, Сарагаш и Сарагашский район весь. Второе направление – историко-краевический получается тур. Это Туркистан, Арстамбаб, Отрар, Сайрам. Вот это все направление. И третий маршрут – это у нас получается горный экотуризм. Это Тулебийский район. Фестиваль поделили на два этапа. Семинары с представителями туркомпании и походы в горы со всеми желающими. В первый день любителей туризма обустроили в палатках, провели инструктаж и постарались подготовить к экстремальному походу. Главная задача – мне нужно расстелить каремат, открыть специальный мешок и лечь в него. Итак, все, поехали. Замочек. Держите за меня кулачки. Сколько секунд? 51 секунда. 51 секунда? Первым делом нужно дойти до цели – это примерно 2 километра от базы – и пройти курс молодого туриста. Дорога до горы Галкино скалистая и неровная. Но наша съемочная группа вместе с оборудованием дошла к одной из первых. Мы дошли до ребят, которые принимают участие в этом фестивале. Вот сейчас вы можете наблюдать за тем, как вон на ту скалу забирается один молодой человек. Нужно отметить, что они находятся под присмотром опытных инструкторов, которые им помогают. А специально до этого соревнования они в городе проходили специальную подготовку. Так что вы без подготовки даже не думайте этого повторять. Но сейчас мы можем посмотреть, как проходит сам процесс. Карат Абасов из Сайрамского района в свои 18 лет решил попробовать себя в туризме и принял участие в конкурсе. В итоге, после подготовки и мастер-класса от опытных инструкторов, за полторы минуты молодой человек забрался на скалу высотой в 15 метров. Я с детства хотел стать туристом и сейчас решил принять участие. Гора – это для меня сложная, здесь мало подхватов, поэтому время затянул. Надеюсь, на следующем фестивале займу первое место. А после экстремального похода на базе участников фестиваля ждал сюрприз – вкусный ужин и музыкальный вечер с дискотекой на свежем воздухе. Фестиваль Тауфест планируют провести в следующем году еще раз, уже с привлечением туркомпаний со всей страны – и туристов Казахстана, и страны СНГ. Шудин Саидов, Галымжан Ерназаров, Дельшат Адашев. Информационная служба телекомпании «Отрат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова